В интернете просто делать добрые дела. Например, переводить деньги в детским домам, на сложные операции, в приюты для бездомных животных и так далее. Но нередко на лучших чувствах желание помочь, поддержать, наживаются мошенники. Как же отличить добросовестный благотворительный фонд от подставного, а попавшего в беду человека от проходимца? Часто помощь нужна немедленно, поэтому объявления в сети призывают передать средства как можно скорее. Но вы все же не спешите, а прежде чем отправить перевод, потратьте несколько минут на проверку. Если объявление опубликовано от имени благотворительного фонда, первым делом забейте название этого фонда в поисковике. При личной организации обычно имеет свой сайт и упоминается в СМИ, в интернет-газетах, журналах. Если вы не нашли ни сайта, ни упоминания, стоит задуматься, ведут ли эти люди серьезную работу. Кроме того, сайты честных фондов регулярно обновляются, на них появляются свежие новости, отчеты. На мошеннических ресурсах вы вряд ли такое увидите. Обратите внимание на платежные данные. У фонда должен быть официальный банковский счет, а не только номер кошелька или банковской карты. И обязательно позвоните по телефону, указанному на сайте. Если фонд не настоящий, то номер, скорее всего, окажется нерабочим или просто никто не возьмет трубку. Еще один хороший способ проверить фонд – это навести о нем справки через какой-нибудь известный портал, посвященный благотворительности. Например, милосердие.ру или агентство социальной информации. Позвоните им или просто поизучайте список их партнеров. Тем, кто окажется в этом списке, можно доверять. Проверенные крупные организации не станут сотрудничать с кем попало. Будьте осторожны не только с фондами, но и с объявлениями отдельных людей. Всегда проверяйте указанные в них реквизиты по поиску. Если на счет карточку или кошелек собирают не только средства на операцию, но и переводы загадания и платежи на новомодные гаджеты, тут явно что-то нечисто. Полезно также поискать разные варианты одного и того же объявления. Если оно выглядит как картинка с текстом, используйте поиск по картинкам и сверьте номера счетов на совпадающих объявлениях. Бывает, что аферисты берут реальные объявления, но подменяют реквизиты на свои. То, что платежные данные расходятся, должно вас насторожить. Не стесняйтесь перезвонить человеку и узнать, правда ли нужна помощь. Во-первых, номер может быть недействительным, а значит и само объявление мошенническим. Во-вторых, в разговоре легче выявить обман. Достаточно задать пару уточняющих вопросов, почему нужна помощь, почему именно такая сумма, можно ли помочь нематериально. Если собеседник начнет темнить или просить только денег, это повод задуматься. Ну и в-третьих, случается так, что помощь на самом деле уже не нужна, а объявление гуляет по интернету или социальной сети просто по инерции. Делиться с друзьями таким устаревшим или фальшивым призывом о помощи, конечно, не стоит. А вот проверенными объявлениями делиться можно и нужно. Тогда вирусный эффект интернета будет работать на благо. Мы разобрали с вами все основные виды платежного мошенничества. Осталось поговорить подробнее о платежных инструментах, карточках и электронных кошельках. Этому будут посвящены три завершающих урока. Субтитры создавал DimaTorzok